Алиса, доброе утро! Кажется, у меня началось осеннее обострение любви и обожания к вашей персоне. Начинаю утреннее шоу. В Троицке 10 часов 22 минуты, среда, 27 ноября. Поговорим о погоде. Что нового в вашем королевстве? Сейчас в Троицке минус 11, ясно. В ближайшие два часа осадков не ожидается. Днем до минус 5, а вечером минус 10. Будет малооблачно. Послушаем мудрость дня. Делай, что должен, и будь, что будет. Продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди следующая песня. Привет от канала «Просто наша семья». Добро пожаловать в наше новое видео. Так, сейчас я, знаете, что хочу приготовить? Готовить еду я сегодня не буду, но к чаю хочу на кефире спечь пирог. Так что сейчас спечем с вами на кефире пирог. Так, ну что, все приготовила для приготовления пирога. Итак, пирог мне это дала Алиса рецептик. Я уже его раза два или три, наверное, готовила. Нам понравилось, поэтому у кого в холодильнике завалялся кефир, прошу к рецепту. Рецепт вообще самый простой, самый легкий, из самых простых ингредиентов. Ничего тут такого, знаете, ничего заоблачного, какого-то непонятного, ничего нет. Все простое. Все, что есть, думаю, у каждого в холодильнике. Так, три яйца. Я уже сразу все подготовила, чтобы тут при вас не стучать, не разбивать эти яйца, там, не отмерять. Стакан сахара. Если я беру вот такой вот стакан, я не знаю, сколько здесь грамм, то я все буду мерить этим стаканом. То есть и сахар, и кефир, и мука, все буду мерить одним стаканом. Поэтому, если берете какой-то определенный стакан, значит, им и замеряйте все ингредиенты по одному стакану, по одной разметке. Так, сейчас немножечко яйца с сахаром разболтаю. Прям чуть-чуть, вот, чтобы они размешались. Взяла чашу с миксера, но на миксере не стала, думаю, руками сделала. Так, все, до однородной массы, буквально, разбила яйца с сахаром, и все. Теперь что добавляю? Кефирчик такой хороший, пустой. Там у нас стакан здесь остается. Чуть-чуть потарабану он тут, по стеклу. Так, все, кефирчик тоже размешаю. Теперь добавляю сюда ванилин на глаз. Ну, может быть, пол чайной ложки, может быть, на глаз. Ну, по рецепту у меня написано, один пакетик, ну, это сколько там в пакетике, один грамм или два или грамма. Один грамм. Также разрыхлитель, чайная ложка. Можно взять соду пищевую, но так как у меня разрыхлитель пока есть, я беру его. Хотя где-то у меня и домашний разрыхлитель, я все, не знаю, где он, какой-то убрал и банку. Да, я тут все туда и высыплю. Все остатки. Я еще пачку взяла разрыхлителя. Думаю, может, не хватит. Еще новенькую взяла. Кстати, неплохой разрыхлитель, дрожжи беру в чижики, неплохие, мне нравятся. Так, так же размешиваю. Масло еще нам понадобится для смазывания противня, но я уже за кадром это сделала. Так что мне уже не нужно масло. Так, так же размешала. Теперь мне нужно сливочное масло 50 грамм. Тут у меня, наверное, будет 50 грамм. Последний кусочек. Заберу масло. Масленку нужно отправлять в мойку. Так. Масло должно быть размягченное. Ну как, комнатной температуры. У меня, конечно, не сильно комнатной температуры. Я забыла его пораньше вытащить. Но оно не с морозилки, а с холодильника. Поэтому я думаю, что сейчас мы его венчиком разобьем. Вот эти кусочки масла. Тут бы, конечно, не помешало бы миксером поработать. Ну, не охота мне его устанавливать, доставать. В принципе, в принципе, я думаю, можно и без масла, без сливочного обойтись. Просто немного больше добавить растительного. Потому что мы все равно растительное масло добавляем. Сливочное, не знаю, зачем добавляем. Но по рецепту так. Пока делаем все по рецепту. Так. Все. Два стакана муки. Я тоже заранее их отмерила. Сыпала сюда. Как я уже повторюсь, мерила вот одним стаканом. Так. Начинаем муку вмешивать. И я тем временем включу духовку на разогрев на 180 градусов. Пусть она у меня стоит греется. Пока я тут домешиваю, она у меня там будет греться. Так, еще муку. Да, конечно, лучше взбивать все миксером. Тогда будет более однородная масса. Ну, раз я уже взялась венчиком, тогда уже и буду венчиком. Слушайте, мне кажется, надо немножко кефира добавить. Наверное, мука такая, которая... Кликовина разная у муки. По рецепту написано два стакана, набрала два. Но мне кажется, густоватая. У меня еще в холодильнике кефир. Я сейчас немножечко добавлю кефира. Потому что, мне кажется, густовато будет. Есть сильный кефирчик. Сейчас я прям буквально, знаете, там может. Одну четвертую стакану добавлю. Потому что, мне кажется, оно, знаете, почему? Вот такое густой тоже не надо. Потому что оно может не выпечься. Какой-то жидкий кефир, тут не погуще. Здесь разные. Вот такое вот получается тесто. Да, вот прям чуть-чуть я добавила. Ну, сколько там? Я говорю, наверное, одну четвертую стакана кефира. Вот теперь тесто намного стало практичнее, лучше. И комочков практически не осталось. Это масляные комочки у меня. Масло можно было... А может, знаете, можно было бы немножко его разогреть. Масло. Я просто вот так закинула. Ну, я думаю, ничего страшного. Оно сейчас от температуры разойдется по всему пирогу. И все. Во, как месило. Аж ручка вылезла. Так, ну все. Сейчас я буду выкладывать в форму. Форму я уже смазала растительным маслом. Сейчас я начала выкладывать пирог. Тесто. Так. Все. Выкладываем. Вот так вот разливаем. Ой, какое красивое. Ароматное, ваниленчиком пахнет. Так. Сейчас я ложку еще вышкребу. Чтобы помнить тарахтеть. Отключусь немного. Все. Вот такой вот получается у меня бисквит. Не бисквит. Пирог на кефире. Все вылила. Отправляю в духовку. Я сейчас помою посуду сразу. Сполосну. Которую сейчас испачкала. Чтоб она ничего не засыхала. Вот про что я вам и говорю. Как хорошо, что у меня есть сушилка рядом стоит. Все сразу обмыла, помыла. И все. И никого не напрягает, что вот так. А так, это ставь-ка полную мойку посуды. Не подойти ничего к ней. Так, что сразу все сполосну. И все замечательно. Только говорю, не люблю убирать. Но если я долго на кухне вожусь, если много готовлю точнее, то посуда моется, конечно же, бесконечно. Ну и приходится ее разбирать тоже мне. То есть я помыла, тут же что-то готовлю. Вот когда на день рождения-то готовила. Тоже что-то как-то тут много намылось посуды. Прям на сушилке, тут с летом на полотенце. Весь стол был заваленный. А мне некогда было отвлекаться или что-то. Я тут походно, попутно сама это все разобрала, убрала. И давай опять намывать. Бывает такое. А вообще, конечно, говорю, я не люблю убирать посуду. Поэтому я помою лучше. Но, конечно, у меня в семье лучше разберут, чем помоют. Поэтому мыть не любят. Один пирог приготовить. А ведь сколько посуды? Три стакана. Две кисушки, масленка, кисточки, ложки, венчики, чаши. Это только один пирог вот я. Такой, как говорится, на скорую руку. Вот эти вот кисушки я покупала когда-то. Толев Доброцен. Толев, по-моему, Доброцен, да. В светофоре были такие же, только такие темные. Темное стекло. Мне что-то не понравились темные. Я захотела вот такие вот беленькие. Ну, прозрачные. Вот эти вот сушками. Не видно, наверное, да, ничего. Вот такие вот. Шесть штук я их брала. Уже сколько лет прошло. Но, фу-фу-фу, вроде бы все на месте. Вроде бы ничего не сломалось. Не разбилось, точнее. Удобные очень они. Я в них, когда достаю огурцы соленые, там, вот, помидорки, заготовки, салаты какие-то зимние, с банок, вот. Она, вроде как, и побольше, чем кисушка, ну, и поменьше, чем какое-то глубокое такое вот блюдо, не блюдо, чашка, как. Поэтому мне нравятся такие вот. Они всегда у меня в ходу. У меня вообще вся посуда у меня всегда в ходу. Ладно, опять затягивается видео. Сейчас я, в общем-то, пусть посуда сохнет, я ее трогать пока не буду. Мне нужно, чтобы она просохла. А я сейчас поставлю чай. Сейчас пирог допечется. Чай с пирогом попью, что ли. Так, я вам не сказала время, я сама его не засекла. Мы будем печь пирог 25-30 минут при температуре 180 градусов. Сколько он у меня, наверное, минут 10 стоит уже в духовке. Да, минут 10 стоит, так что скоро уже будет готов. Скоро буду вынимать. Так что немного позже увидимся. Девочки, смотрите, я ничего не понимаю. Пирог осел опять. Видите, вот бортики, вот он осел. Я ничего не понимаю, что происходит. Поднимался, поднимался и резко оседает. Духовку никто не открывает. Все на месте. Знаете, такое ощущение, может быть, я не права. Ну, что-то там жарко мне. А может ли вот этот все подъем и спад зависит от сахара? Как вы думаете? Потому что я когда пекла бисквит после дня рождения ребенка, я взяла сахар, который, ну, использовала в тесто сахар, который брала в чижике. 10 килограмм, 10 пакетиков. Челябинский сахар, кстати. И у меня впервые в жизни так осел пирог, бисквит. Вот тоже вот, как вот я вам говорила, прям как корыцем осел и все. Ну, думаю, мало ли, может быть, что-то там. Сейчас дело на кефире, который вообще не капризный, всегда поднимается без проблем. И опять такая же ситуация. Это может быть из-за сахара? Как вы думаете? У меня другого объяснения нету, просто. Просто он поднимается, потом в какой-то момент садится. Бордюры, главное, вот высокие, а вот середина вот так проваливается. Я вообще не понимаю, в чем дело. Действительно, наверное, я сейчас опять взяла этот сахар челябинский. Наверное, надо было краснодарский сахар взять в тесто. Я так думаю, что, скорее всего, не идет сахар в тесто. Оно дает усадку, упадку. Не знаю, как правильно. Как вы думаете, возможно такое из-за сахара или нет? Потому что разрыхлитель хороший. Все было прекрасно. Нужно подъем-то идет, а потом резко опадает. Я только грешу на сахар. Как вы думаете, напишите. Вот о чем я вам и говорю. Видите, как оседает? Края остаются, а середина проседает прям. Видите? Я вот не понимаю, действительно, может, из-за сахара? Потому что я уже с этим сталкиваюсь второй раз в выпечке. Прям я не знаю, что делать. Надо просто как-нибудь в качестве эксперимента попробовать. В следующий раз на краснодарском сахаре замесить тесто. И попробовать испечь. Ну ладно, что получилось, что получилось. Сейчас нарежу. Немножко подстынет. И чай подстынет. И пирог подстынет. И буду пить чай. Я вот такой же, в принципе, пирог пекла. Как-то я спрашивала у своей подруги на кухне. Я его пекла. Ну, я пекла его раза два, наверное, пекла. Я пекла его на краснодарском сахаре. У меня еще этого я еще не покупала. С чижика сахара. Я пекла на краснодарском. И вы знаете, он прям вот такой вот пушистый, пышный получается. Прям вот все дело так же самое по рецепту. Вот такой вот пышный пирог. Ну, сегодня вот такое. Ну, что это такое? Ну, я только думаю, что это сахар. Потому что бисквит тот раз пекла. Он у меня упал. Сейчас вот пирог упал. Я думаю, все-таки виной тому челябинский сахар. Я не знаю. В чем еще? Все то же самое делала. Но как-то так. Я, конечно, подрастроилась малость. Ожидала получше пирог сегодня получится. Но немножечко расстроилась. Ну что, все у меня подстыло. Буду сейчас пить чай. Вкусный чай малиновый. Ну, что про пирог хочу сказать. Разочаровалась, расстроилась. Неужели опять подвел сахар. И он внутри получается, от того, что он осел, он внутри как будто бы, знаете, как пудинг. Как будто бы сырой. Но, по сути, здесь вот получше. Сейчас вам поближе покажу. Смотрите, вот я разрезала вот срез. Ну, что, что я в горячем виде его разрезала. А внутри вот так вот. Так-то пропеченный все. Фокус был бы еще, конечно, получше. Вот эти. Но все равно, ну куда? Такой низенький пирог. Я вообще в шоке. Действительно, может быть, из-за сахара вот эта вот вся ерунда происходит. Я не знаю. Мне прям как-то это разочаровало, расстроило. Он же, кстати, остыл. На вкус вкусненький. Ну вот. Я говорю, как этот. Как лепешка. Получился. Вообще, не знаю. Как-то он, видно, поднимался, видимо. Вот, докуда поднялся. А потом раз, и в корыце вот так осел. Опал вот так. Не понимаю, что происходит. Ну, говорю, надо будет попробовать. Из другого сахара. Что-нибудь спечь. Либо бисквит, либо вот такой обычный пирог. И так очень вкусный. Время уже 12, а у меня только вот завтрак. Дома никого нет. Я сегодня одна. Такой поздний завтрак. Хотя встала рано. Сегодня у меня выходной. Сегодня я устрою себе выходной. Наверное, от уборок. Потому что я что-то сама себя загнала. Этими уборками сама себе вот сбрендила мне в голову. То есть я и перед ночью стараюсь что-то делать и в отсыпной, и в выходной. Что-то как-то я сама себя уже загнала. Потом думаю, нет. Что-то как-то... Хотя надо, но, блин, думаю, себе устрою я выходной. Вот этой уборки надо ехать уже. Время летит. Уже, считай, конец ноября. Скоро уже декабрь. Там уже конец декабря. Нужно будет дом наряжать, квартиру. Ёлку устанавливать. Ну, я это люблю. Хотя я помню, прошлый год, конечно... Я сутками, наверное, работала. Потому что я помню, что я такая была уставшая с суток, наверное. Я такая была уставшая. Мне уже просто было ничего не в радость. Все не в радость. Вот эти елка, эти гирлянды, эти украшения, эта мишура. Мне ничего не радовало. У меня просто не было сил это все делать. Но в итоге все равно на мне это в основном лежит. Это украшение квартиры, елки, подготовка к Новому году. Пирог очень вкусный. Очень вкусный на вкус. Прямо ванилинчик чувствуется. И вот эта вот небольшая кефирная кислинка чувствуется. Очень вкусный. Но говорю, как лепешка. Ну, что это такое? Ну, как так-то? Я все-таки грешу на сахар. Так, ну ладно. Видео опять затягиваю. Вроде бы всегда говорю, не буду затягивать. Все равно получается затянутое видео. Наверное, буду заканчивать на этом свой сегодняшний влог. Вот такой вот влог получился сегодня. Ну, что получилось, то получилось. Всем вам огромное спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, что вы их пишете, за вашу поддержку. Это, как всегда, стимулирует блогера. Ваши добротные душевные комментарии, ваши лайки, ваши просмотры стимулируют нас снимать очередные влоги. Ну, и что-либо. Либо уборку, либо влоги кто-нибудь доснимать. Спасибо вам огромное. Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра, взаимоуважения. Вообще, цените друг друга, любите друг друга, берегите друг друга. Себя, своих близких. Ну, и все. На этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok